В Нафтогазе подтвердили уход главы наблюдательного совета Юлии Ковалев. Напомню, о своем решении уволиться она сообщила еще вчера. Причиной стал провал реформирования компании со стороны власти. Ранее о намерении покинуть должности заявили еще трое членов наблюдательного совета Нафтогаза. Тем временем эксперты утверждают, что украинцы переплачивают за газ миллиарды гривен, а тарифы незаконные. Подробнее в справке наших журналистов. Только за прошлый год тарифы на газ для украинцев выросли в четыре раза. Сейчас за тысячу кубометров люди платят почти по 7 тысяч гривен. Это около 250 долларов. Однако это цена импортного газа, который Украина закупает у европейских посредников. А людям, согласно закону, должны продавать не импортный, а наш украинский газ, собственной добычи. Его вполне хватает для нужд населения. И стоит он гораздо меньше, около 80 долларов за тысячу кубов. Если добавить сюда деньги на развитие нефтегаза и увеличение добычи, выходит, что тысяча кубометров для украинцев должна стоить не более 4,5 тысяч гривен, но никак не 7. Только за прошлый год украинцы переплатили за голубое топливо более 1 миллиарда 700 миллионов долларов, считают эксперты. Это при том, что половина страны и вовсе не может платить по новым тарифам. Долги теплокоммунэнерго перед бюджетом уже составили более 20 миллиардов гривен. А вот нефтегаз, наоборот, за прошлый год получил 26 миллиардов гривен прибыли. При этом руководители компании увеличили себе зарплаты в 13 раз. Вот документы. В среднем каждый из 10 топ-менеджеров НАК заработали по 8 миллионов гривен. А зарплата главы нефтегаза Андрея Коболева составила более 2 миллионов гривен в месяц. Напомним, еще ранее журналистам удалось снять, как выглядит дом главы нефтегаза. Площадью 300 квадратов в элитном поселке под Киевом. Только в позапрошлом году его оценили в 1 миллион долларов. Возможно, именно увеличением доходов Коболева после роста тарифов можно объяснить и его попытку в прошлом году приобрести бронированный Мерседес за 5 миллионов гривен. Однако после того, как об этом узнали журналисты, глава нефтегаза резко передумал. Проверить деятельность нефтегаза, а также куда уходят деньги украинцев и почему люди платят за наш газ, как за импортный, на этой неделе НАБУ призвали нардепы. «Нафтогаз Украина – однозначно чорна клоака діра, корупційна, абсолютна. Мы требуем прозорого аудиту цієї компании. Она не выводит, не транспортует газ. Но основная часть этого здравнического тарифа, который мы платим, этих 7 тысяч гривен, больше и половины, оседает в «Нафтогазе». «Чому? За что? Как эти деньги распределяются? Куда они взглядаются? Цего никто, общество не знает». «Питание независло. Как сейчас будет происходить ситуация? Комитет должен на своем заседании призначитесь новый конкурс соответственно закону. И это будет сделано на следующем заседании комитета. Я так очевиду, что это будет або на следующий недель в середину». «Мы уже сегодня начинаем работу, контроль за деятельностью каждого члена Рахунковой палаты и заставим Рахунковой палаты звітувати про то, что они делали, как они делали и какие именно дела стосовно корупционеров передали до правоохранных органов».